Украина своих не бросает и борется за каждого гражданина. Такими словами, президент Владимир Зеленский вспомнил годовщину возвращения домой 35 украинцев, которых незаконно удерживали в России. Субтитры создавал DimaTorzok 7 сентября прошлого года состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией. Оно проходило в формате 35 на 35. Домой тогда вернулись 24 украинских моряка, которых в ноябре 2018 в Керчевском проливе захватили российские силовики. На свободу вышли также незаконно осужденные в Крыму и Российской Федерации режиссер Олег Сенцов, гражданские активисты Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых и студент Павел Гриб. Доплаты за лечение больных COVID-19 медики получат до конца сентября. Кабинет министров утром провел внеочередное заседание и утвердил порядок выплат. Уровень распространения коронавируса в Украине остается высоким. За прошедшие сутки зарегистрировано 2174 новых случаев. Больше всего в Киеве и Львовской области. Всего с начала пандемии в стране заболели 138 тысяч 68 человек. Из них более 12 тысяч медработники. Больше после публикации наши лекарства смогут терминово укласти договоры и уже до конца вересня начать отримать эти деньги, чтобы полностью в термин, уже за вересень месяц, наши лекарь и медические работники смогли отримать эту доплату, про которую мы говорили. Это первый шаг по повышению заработной платы нашим медицинским работникам, которые каждый день борются за наше здоровье, которые борются за наше жизнь. А с сегодняшнего дня в Украине обновляются карантинные зоны и в некоторых регионах ужесточаются ограничения. Красный уровень эпидопасности определен в 10 населенных пунктах и 19 районах. Один из них – Великобурлукский Харьковской области. Подробнее о ситуации там узнаем у нашего корреспондента Натальи Белокудри. Наталья, что изменилось после внесения района в красную зону и как реагируют местные жители? Анна, за последние сутки в Харькове заболело 139 человек. С начала пандемии уже зафиксировано почти 11 тысяч инфицированных коронавирусом. Вспышка заболеваемости в Великом Бурлуке привела к тому, что сейчас район в красной зоне. Причина, по словам председателя районной администрации, связана с тем, что выпускники поехали в Харьков отвозить документы на поступление и там инфицировалось. Предлагаю послушать. Если у нас с начала эпидемии было всего 11 случаев, мы долго держались на этом уровне, то за последний месяц пошел большой рост и усложнилось течение самого заболевания. Где-то на 4-5 день появляется воспаление легких, люди вызывают скорую и госпитализируются в инфекционное отделение Волчанской центральной районной больницы. Таких случаев есть. Практически они через день, каждый день бывают. В Великом Бурлуке сейчас 94 заболевших. В городе все магазины, кроме продуктовых, аптек и тех, кто торгует химией, закрыты. В повсеместный масочный режим школы и садики переведены на дистанционное обучение. Автовокзал закрыт. Поезда на железнодорожной станции следуют без остановки. Местные жители поддерживают такие ограничения. Предлагаю послушать. Великобролуковский район с сегодняшнего дня в красной зоне. Мы знаем, мы приехали скупиться, чтобы надальше с голоду не смерти. Все закрыто у вас тоже, да? Да, закрыто. Студенты поехали, те отдыхать, поехали. И все навезли сюда, конечно, в чем разговор. У нас же было все чисто, хорошо. А вот когда начались вступительные экзамены, ну в общем, и видать, туда-сюда миграция началась. И все это дело. Пока в Великом Бурлуке жесткий карантин действует до 20 сентября. Но если число заболевших пойдет на спад, открыть город смогут и раньше. Мы будем следить за ситуацией. И в следующем выпуске сделаем еще сообщение. Анна. Спасибо тебе за детали. Напомню, наш корреспондент Наталья Белокудра рассказала о новых карантинных правилах в Харьковской области. В красной зоне с сегодняшнего дня один из районов. В Минске утром неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Об этом сообщают местные СМИ. Задержанный вчера Андрей Егоров так и не вышел на связь. Всего в МВД страны подтвердили задержание 633 человек. Международное сообщество взволновано нарушением прав человека в Беларуси. Евросоюз готовит санкционный список. А Польша получила заявки на политическое убежище от более сотни белорусских оппозиционеров. Санкции против чиновников режима Лукашенко вступят в силу через две недели. Евросоюз уточняет список, в котором уже 20 человек. Это должностные лица, ответственные за фальсификацию выборов и применение силы против протестующих. Санкционный процесс продолжается, которому дали зеленый свет в пятницу иностранные министры. Мы надеемся на результат скорой форме списка, на кого распространятся ограничения за все плохие деяния, происходящие в Беларуси против населения. Жители Беларуси уже месяц протестуют против признания Александра Лукашенко победителем выборов и требуют назначить новые. В воскресенье в столице и в крупнейших городах страны прошли массовые марши единства. Я за свободу и демократию. Я хочу жить в счастливой и свободной стране. И буду приходить до тех пор, пока мы своих прав не получим. Задержанных около двухсот в столице и еще более четырех сотен в других городах. Среди них член координационного совета Андрей Егоров. Еще один представитель оппозиции Ольга Ковалькова из-за давления вынуждена покинуть страну. Сейчас она в Польше. Когда я была в СИЗО, ко мне подошли представители милиции и КГБ Беларуси и сказали, что если я не соглашусь покинуть страну, мне грозит длительный срок. При этом белорусская МВД заявляет, что очень мягко реагирует на протесты. Александр Лукашенко пригрозил действовать еще жестче. Есть красная черта. Никому не позволено эту красную черту перейти. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости наших законов. За время протестов, которые начались сразу после президентских выборов 9 августа, силовики задержали около 7 тысяч человек. По данным ООН, минимум 450 подверглись пыткам в СИЗО. Судьба 76 неизвестна. Роман Смоллер, телеканал «Дом». Виртуальная экономическая зона появится в Украине до конца года. Министерство цифровой трансформации разрабатывает хаб «Диа-Сити», в котором создадут благоприятные условия для развития IT-бизнеса и привлечения зарубежных инвесторов. Сейчас правительство готовит законопроекты, чтобы упростить налогообложение, сделать свободные трудовые отношения и усилить защиту от неправомерного вмешательства в работу компаний и сферы информационных технологий. Деревянные игрушки и пирог хотят внести в список нематериального культурного наследия Украины. Уникальные техники и рецепты берегут в Яворомском районе Львовской области уже несколько веков. В гостях у мастеров побывала наша Юлия Биль. Так рождается Яворовская игрушка. Расписными деревянными фигурками Яворов славился еще четыре столетия тому назад. Всякому разу, своими руками, где-то 38 игрушек, типов разных. Например, вот это, скажем, вот такая пташка. Видите, это пташка на колесах, она называется, что махает крыльцами. Вот тут и столик, так, это уже совсем не дальше. Вот тут и коник, тут скрипка, тут кресло. Прежде чем приступить к росписи, заготовку сушат, шлифуют и грунтуют. Цвет основы неизменный испокон веков. Его мастеры замальовывали еще в давние часы. Або полностью желтым кольором, або делали такие пасочки. Элементы рисунка традиционно красные и зеленые. Вкрапления белые. Современные мастера расписывают игрушки акварелью. Когда-то использовали натуральные красители. Кто бывал в Явареве, тот обязательно пробовал уникальный местный пирог. Особенность его в начинке из картофеля, лука и гречки. Вот же, найсручнее ести, когда пирог нарезан вот такими шматочками. Ну и, звичайно, найсмочнее, это с сметанкой. Но пирог также подавали с грибной подливой, с холодцем. Яваревским игрушкам и пирогу уже в этом году могут присвоить статус нематериального культурного наследия Украины. Это позволит сохранить традиции и сделать их более известными. Вадим Дмитриев, Юлия Биль, Львовская область, Твой дом. По традиции, следующий выпуск новостей в 14.00. А узнавать о главном в удобное для вас время можете на наших страницах в Ютубе и Фейсбуке. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова